Ребята, привет! На связи недвижимость, я Калмыкова Наталья. Рада приветствовать вас, рада, что вы меня смотрите. У меня накопилось столько информации, мне так хочется ей с вами поделиться. Я в сфере недвижимости работаю уже 9 лет, и у меня много практического опыта, и он просто рвётся наружу, чтобы с вами поделиться. Потому что есть знания о том, как эффективнее, как практичнее и выгоднее продавать и покупать недвижимость. Вот, рада делиться с вами информацией. В этом видео хочу сказать пару слов о том, как классно жить за городом для тех, кто ещё не живёт в городе, а собирался. Я хочу сказать, что сейчас самое время. Сейчас хорошая погода за окном, свежая зелень, солнце и выбор недвижимости можно совместить с отдыхом за городом. А те, кто сомневается, жить ему за городом или не жить, расскажу свой опыт. Я живу за городом уже четвёртый год. Конечно, я езжу часто в город, я много провожу времени за рулём и мало провожу времени дома. Но то небольшое время, которое мне удается провести дома, пусть даже это те 8 часов, в которые я сплю, они по качеству гораздо лучше, если бы это было в квартире. Вот качество этого отдыха, качество этого восстановления за ночь от рабочих дел, от встреч, от поездок, оно колоссальное. Колоссальное восстановление энергии гораздо больше, чем в городе. Не так давно мы ездили на выходные к родителям и провели в квартире несколько дней. Утром просыпаешься, как будто с тобой что-то случилось, как будто ты заболел. Совсем по-другому, чем за городом. Мы уже привыкли жить за городом, поэтому очень сильный контраст ощущается. Для тех, кто живёт постоянно в городе, наверное, это уже незаметно. Но, наверное, вы приезжали в детстве к своим бабушкам, дедушкам, или сейчас ездите к родителям за город, или к друзьям на дачу, и вы чувствуете, что иногда даже хочется спать на воздухе. Вы приехали, вам бы бодриться, а вас тянет в сон. Потому что вот это насыщается организм кислородом после пыльного города. Таким образом, да, организм аж питается. Но просто если вы постоянно будете жить за городом, то этого кислородного голодания в организме не будет. У вас будет всё в порядке. Так вот, первое преимущество, которое, я считаю, есть, живя за городом, это качественное восстановление сил в промежутках, ну, либо это сон, либо в промежутках между делами, когда вы находитесь дома. Ну, тот свежий воздух, который есть, и отсутствие энергетики других людей, энергетики соседей. Потому что в квартирах всё равно так или иначе, сверху, снизу, справа, слева живут люди. Видите, энергетика у всех разная, у кого-то она очень мощная, и она чувствуется через стены тоже. Поэтому, когда ты живёшь в загородном доме, ты полностью в своей энергии. Это круто. То есть восстановление гораздо качественнее. Второе преимущество, которое, я считаю, есть при жизни за городом, это возможность с утра выйти и сделать зарядку на свежем воздухе. Позаниматься, будь то йогой, пранаямой, или просто поотжиматься, повисеть на турнике, или просто полежать на траве перед тем, как поехать по делам. Потрясающий опыт. В городе, возможно, кто-то живёт рядом с парками, или у него такой двор, что есть возможность это сделать. Но зачастую нас отвлекает большое количество людей, которые живут рядом с нами, и это не очень удобно и комфортно. А за городом это комфортно. Свой участок, ты только проснулся, протёр глаза, вышел на улицу, размялся, потянулся, и свежий и бодрый поехал по делам. Вот, это второе преимущество, на мой взгляд, на сегодняшний день я вижу в жизни за городом. Вот, третий существенный момент, заметила его не так давно, хочу о нём рассказать. Все летом ездят в отпуск. Большинство людей ездят в отпуск летом, на море, на солнце и так далее. Но, живя за городом, летом совсем не хочется никуда уезжать, потому что наконец-то появилось в Питере солнышко. Наконец-то хочется им насладиться. И лучше всего это сделать где? У себя дома, прямо на участке, прямо там, где живёшь. И не надо ехать ни на какое море, потому что возможность побыть в тепле и в солнце, в спокойной атмосфере, в родном месте, роскошно, я считаю. Да, когда становится серо, мрачно и наступает вот это межсезонье, да, тогда в самый раз, наверное, поехать на солнышко. Хотя, живя за городом, любое время года становится прекрасным. Наблюдая, как сменяется листва, как меняется погода, тоже очень здорово. Вот, не хочется ехать в отпуск летом, потому что ощущение, что ты и так в отпуске, несмотря на то, что работаешь, продолжаешь заниматься делами. Но вот эти промежутки, находясь дома на выходных, или вечером, или утром, ощущение отпуска присутствует. Кто живёт за городом, поймёт, о чём я говорю. Ребят, если вы хотите жить за городом, решайтесь, это классно. И продать свою квартиру, например, в Санкт-Петербурге и переехать за город, это очень просто. Пишите мне в Директ, пишите мне в ВКонтакте, в Ватсапе, в Вайбере. И я с удовольствием вас проконсультирую по поводу районов, где лучше, какие цены сейчас на загородную недвижимость, и какие есть способы её приобретения. Жить за городом в кайф! Удачи!